Всем привет! И в сегодняшнем видео речь пойдет о кабелях для зарядки и синхронизации гаджетов с сайта Алиэкспресс. Сразу скажу, что все представленные в обзоре шнурки прекрасно справляются с зарядкой и синхронизацией устройств, проверено на iPhone 6s, а также iPad mini третьего поколения. Несмотря на это, каждый кабель имеет свой уникальный вид и самая главная особенность, о которой и хотелось рассказать в этом обзоре. Первый кабель нашего обзора это Lightning шнурок от компании Ugreen. Кабель имеет классический вид и точь-в-точь напоминает оригинальный шнурок от Apple. Основной фишкой данного кабеля является сертификация от яблочной компании, о чем свидетельствует отметка в нижней части упаковки. Made for iPod, iPhone, iPad. Доверяй, но проверяй, как говорится. Для проверки заходим на соответствующую страницу сайта Apple, вбиваем название бренда, модель или штрих-код кабеля и видим, что Apple подтверждает подлинность сертификации товара. Стоимость такого кабеля на странице продавца находится в районе 450 рублей, в зависимости от выбранной длины шнурка. Дороговато, как для товара из Китая, скажете вы. И да, и нет. Все же сертификат дает нам некую, хоть и теоретическую, но уверенность, что мы не покупаем кота в мешке. Для примера, стоимость оригинального кабеля от Apple составляет 1800 рублей за 50-сантиметровую и метровую версии. Следующий кабель от бренда Mantis может похвастаться одной очень интересной функцией. Прежде всего, кабель имеет нейлоновую оплетку, что повышает прочность и общую износостойкость шнура. Также внешняя оболочка разъемов имеет металлическое покрытие, что также намекает на некую дополнительную защищенность. Но главной фишкой кабеля является магнитная часть Lightning разъема. Работает это так. Берем отделяющуюся часть с контактами и вставляем ее в айфон. Теперь просто подносим шнурок любой стороной к разъему и бум, все само соединилось и заработало. Такая схема позволяет защитить смартфон при случайном рывке шнура. Кабель в этом случае просто отмагнитится от смартфона и не потянет его за собой. Из минусов такого решения отмечу, что для работы необходимо, чтобы магнитная часть разъема была вставлена в смартфон. Но так как она немного выпирает из цельного корпуса аппарата, то это может создать некоторый, хоть и небольшой, но дискомфорт. В этом случае магнитную часть можно вставлять в смартфон только на время зарядки и синхронизации устройства. Конечно, удобства при этом мы не получим, но сберечь смартфон от случайного падения нам все же удастся. Стоимость такого чуда кабеля находится в районе 250 рублей. Цена, как по мне, полностью оправдывается оригинальностью идеи. Ну и последний кабель нашего обзора – это шнурок для синхронизации и зарядки от компании Orico. Кабель имеет плоскую форму и оснащается необычным USB-разъемом открытого типа. Основная идея шнурка состоит в универсальности, не идущей в разрез с удобством. Так, кабель благодаря встроенному Lightning-разъему совместим не только с iOS-устройствами, но также может работать и с устройствами под управлением Android, так как на борту имеется также и micro-USB-разъем. Где же второй разъем, спросите вы? А второй разъем прячется непосредственно внутри первого. Просто тянем Lightning вперед и вуаля, перед нами уже micro-USB-разъем. Просто элегантно и удобно, черт возьми. Да, и еще, в смотанном виде кабель держит прикольный резиновый ремешочек, что тоже, согласитесь, будет совсем не лишним. Стоимость такого кабеля находится в районе 200 рублей. Ну что же, вот такие вот интересные решения одних и тех же проблем предлагает нам китайский гаджетопром. Какой из шнурков вам понравился больше или не понравились все, напишите в комментариях. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!